Что для меня Лига Легенд? Это эмоции, заряд адреналина, ощущение момента, который с тобой разделила твоя команда, стадион или твой премейн. Онлайн или на расстоянии пяти шагов, я чувствую себя участником событий, нарабных с игроками. Вместе с Лукбет, я чувствую себя увереннее. Семиглазое чудо света, величайшее творение Райот, не нуждающееся ни в реворке, ни в представлении. Мастер скорости, мастер кью, мастер е. Этот шикарный мастер меча онлайн было, остается одним из лучших представителей рода однокнопочных. Неважно кто ты, юный падаван или хакаги, познавший дзен, этот чемпион подойдет любому. Он невероятно быстро расправляется как с миньонами, так и с чемпионами. Обладает молниеносной скоростью атаки и передвижения и способен мастерски зализывать раны в позе лотоса. Он набирает обороты и со временем становится тем, кто играет один в девять. Ну и самое классное то, что кухоном можно не просто убивать, а еще и уворачиваться от смертельных атак соперника. Короче, мастер е это твой заветный билет в платину. Ну а теперь давай разберемся, что к чему. Если ты все же реально выбрал этот сложный путь, то в первую очередь запомни следующие мудрости. Не показывай на стадии выбора, за кого собираешься играть, а то забанят. Смирись с тем, что тебя будут бесконечно засирать в чате, так что по старой традиции мьют ол. Действуй согласно своему плану, ну а если плана нет, то слушай свое сердце. Или гневные пинги тиммейтов. Не суть. В игре у тебя нет ни единого умения контроля, ведь газонокосилке он не нужен. Однако остерегайся чужого контроля. Замедление подобно смерти, а стан хочешь не хочешь, но таки отправит наслаждаться видом на фонтан. Мастер очень прожорлив на ману, так что хлопай синий баф за здоровье себя любимого. Ну и привыкай к тому, что тебя будут фокусить. Постоянно. Всегда. Такс. Руны. Наш выбор это точность и доминирование. Вопрос лишь в том, что будем брать за основу. Град клинков подойдет для бурст урона, чтобы в момент выщелкивать всяких дрыщей. Забоеватель же раскрывается в более затяжных стычках. Он дает чистые уроны лечения, хорошее подспорье в битве с брузерами и танками. Ну что там у нас дальше? Предметы? Смотри. На старте берем мачете и пополняемое зелье. Далее собираем саблю задиры с желтым зачарованием. Затем берем все, чтобы максимизировать урон и скорость атаки. На голени киберсерка Гинсу Боторг. Если игра все еще не выиграна, то можно собрать танец смерти и ангел-хранитель. Хранитель прям вот вообще обязательно, так как мы не котейка и лишняя жизнь нам точно пригодится. С предметами и рунами разобрались? Славно. Едем дальше. Используй кушку с умом. Хорошего и от плохого разделяет умение вовремя использовать этот скилл. В идеале ты должен использовать альфу ровно в тот момент, когда противники начинают каст какой-нибудь атаки или контроля, чтобы Акинео увернуться от всей этой фигни. Также можно использовать альфу на миньонов или монстров за стеной, если желаете красиво свалить от противников в закат. Знаешь, вот в любой крутой игре есть у тебя возможность восстанавливать здоровье без аптечек. Так вот, эту возможность ей поставили на вэшку. Благодаря ей вы можете легко пережить раннюю игру. В поздней игре это умение становится отличным щитом, так как вы получаете до 60% меньше урона. Однако вражеский контроль нарушит ваш медитативный покой. Имей в виду. С ешкой все просто. Получаете дополнительный урон, врубаете перед использованием кухона и наслаждаетесь шоу. Шикарное умение. Но вот что еще круче, так это ульта. Ультимейт это то, за что банят на олимпийских играх, так как это допинг. Нереальные стероиды. Принимая ульту внутривенно, ты получаешь скорость атаки, скорость передвижения и иммунитет к замедлению. А пассивно любое убийство или содействие откатывает твое умение на 70%, чтобы и дальше кромсать врагов в своей кью-кью-кью-комбой. Вот честно, говорю это и сам охреневаю с того, насколько это Брокен. Мастер достаточно быстро справляется с первыми тремя лагерями, так что теоретически можно оформить первый ганг уже на 2.30. Но ей не будет ей, если не останется оформить лес до шестого, ведь именно при получении ульты достигается первый пик силы. Как чистить лес? Ручками там, катаной, карой. А если серьезно, то сейчас в лесу все просто. Забираем красный, потом крагов, затем птичек. Далее у тебя, как в заправских РПГ, стоит выбор, ганг или чистка. Если вот прям видишь сочную аппетитную изи цель, то ганг. Если нет, то бежим на волков, на синий и за крабом. И завершаем чистку леса на жабе и домой. Затем по новой. Фарм это все. Как только выформишь предметы, то сможешь разносить всех в пух и прах. А вот допустишь ошибку, умрешь. Затем снова умрешь, потому что отстал, пока отдыхал на базе. И потом уже и совсем вылетишь из игры. FF, GG, go next. Так что имба имбой, а голову на плечах надо иметь, чтоб не нагнули. А, че там по контрпикам? Смотри. Если видишь Джакса, Киндред Шака, Ксенар, Эксай, то сто раз подумай, стоит ли тебе брать мастера в катку против этих ребят. В целом, учись играть, поймешь что да как, и потом будешь собирать сесочки и прочие достижения. Понравился гайд? Подписывайся на канал, ставь лайк и оставляй свой отзыв в комментариях. И не ссы, полные скучные, долгие и нудные гайды мы продолжим клепать только чуть реже. Давай, бро, удачки! Субтитры сделал DimaTorzok